Древнейшей из мировых религий считается индуизм. По числу последователей, после христианства и ислама это третья мировая религия. Индуистским богам молятся более миллиарда человек, большинство из которых проживает в Индии и Непале. Значительные общины приверженцев индуизма есть и в других странах мира – в Малайзии и Бангладеш, в Пакистане и на Шри-Ланке, в Сингапуре и Индонезии, на острове Бали. Извояние индуистских божеств и древние индуистские храмы можно встретить по всей Юго-Восточной Азии, в Таиланде и Лаосе, в Камбодже, Вьетнаме и на Индонезийском острове Ява. У христиан есть Христос, у мусульман – Мохаммед, Магомед, у буддизма – Будда, а у индуизма нет определенного основателя. Индуизм – религия собирательная, состоящая из огромного количества культурных особенностей различных народов, населяющих полуостров Индостан и сопредельные страны, из различных верований и философских систем, источником которых стали священные тексты Веды. Различие культуры этих народов выражается и в своеобразии их архитектурных традиций. Особенным своеобразием отличается архитектура индуистских храмов острова Бали, Индонезии. Известнейший и крупнейший из них храм Бесаких, называемый также Мать Храмов, был построен выходцами с соседнего острова Ява в VIII веке на склонах действующего вулкана, самой высокой горы острова, которая считается священной. Мать Храмов Бесаких по сути является храмовым комплексом, состоящим из 22 расположенных на террасах отдельных храмов, посвященных различным индуистским богам. Главный из них посвящен Шиве, богу-разрушителю. Разновидность индуизма, господствующая на Бали, называется Шиваизм. Шива здесь почитается особо, однако он считается лишь частью верховной индуистской троицы, поэтому здесь есть храмы и других верховных богов, создателя вселенной Брахмы и богохранителя вселенной Вишну, а также менее значительных божеств. Территория главного храма Бали, посвященного Шиве, располагается на семи восходящих к вершине горы-террасах и содержит в себе более 50 построек, большая часть которых служит алтарями различных богов, которым верующие совершают жертвоприношения, обычно в виде цветов или фруктов. Балийцы верят, что правильно и регулярно соблюдая обряды своей религии и ведя праведный образ жизни, они смогут после смерти переродиться в кого-нибудь более счастливого, чем они сейчас. Никто не хочет в следующей жизни родиться жабой или пауком. Чтобы этого не случилось, надо быть примерным индуистом. Балийцы — примерные индуисты, поэтому они никогда не жалели сил и средств на то, чтобы умилостивить своих богов, дабы те помогли им, не только в будущей, но и в этой жизни. Чтобы извержение страшного вулкана обошло их стороной, чтобы землетрясение не разрушило дом, чтобы уродился рис, чтобы была удача в торговых делах. Есть боги верховные, их на Бали почитают особо, а есть боги более мелкого ранга. Боги дорог и тропинок, и боги перекрестков, боги рек и ручьев, боги банановых плантаций и рыночных площадей. Никого из этих высших существ балийцы не хотят обидеть, поэтому поклоняются им всем и посвящают им храмы. Богов много, поэтому не все храмы на Бали имеют столь внушительные размеры, как мать храмов Бесаких. На острове, площадь которого всего лишь в три раза больше площади Москвы, построено более двадцати тысяч храмов. На каждом перекрестке и на каждом рисовом поле, у входа в пещеру или у родника, возле любого постоялого двора или просто на берегу океана, везде можно найти характерно украшенные искусной резьбой алтарей индуистских божеств. Места для жертвоприношений, совершаемых и в радости, и в горе, по случаю и без, места для многочисленных праздников и проводов в последний путь, каменные центры духовной жизни острова Бали.